Приветствую вас и причина, по которой вы заботились, представляет собой несоответствие вашего восприятия окружающего мира и в том числе отношения с девушкой и ее отношения к тому, что между вами происходит. То есть, понимаете, какая ситуация? Вы в то, что между вами было, вкладывается более глубокие, более личные отношения, чем девочка. Для девочек то, что вы делаете, достаточно малозначно. А для вас, видимо, много. И отсюда выникает вопрос, откуда же берется такая разница в восприятии? Почему вы с девочкой одно и то же воспринимаете по-разному? Вы вот понимаете, что это ближе, чем она. Объект на этот вопрос достаточно прост на первый взгляд и достаточно сложен на второй. Дело в том, что это продиктовано вашими желаниями. То есть, те желания, которые вы вкладываете, в то, что между вами происходит. Те цели, которые вы преследуете, осуществляя то, что между вами происходит. И те ожидания, которые вы имеете от того, что происходит, обусловлено вашими желаниями, вашими стремлениями, вашими потребностями и так далее. И вот эти применения желаниями потребностей у вас с девушкой очень сильно, к сожалению, различаются. Почему к сожалению? Потому что, понимаете, какая вещь. Вполне вероятно, хотя из вашего сообщения это не очень ясно, но тем не менее. Вполне вероятно, девушка просто-напросто всерьез вас вообще не воспринимает. То есть, ну, есть вот такой парень, как вы. Ну, проводит он свое время. Ну, целуется немножечко, ну и что? Для нее это не серьезно, для нее это ничего не значит. Для вас, а для вас значит много. И в первую очередь, в первую очередь, вот, переди, чем говорить вам, что делать, нужно сказать так. Вам необходимо проработать, выделить свои желания, понять, чего именно вы хотите. Если это связано с неуверенностью в себе, например, с сомнением в себе, как в мужчине, как в человеке, да, то эти сомнения нужно устранить и развесить. Не использовать девушку как средство для достижения своих целей. Вот что вам нужно сделать в первую очередь. И ожидания ваши, которые имеются от этих отношений, их искусственно не завышать. Не завышать, а благодаря вашим желаниям. Простить чего-то – это одно. Ожидать чего-то – это другого. Когда вы проводите время с девушкой, это не инвестиции. Это не вложение с обязательной обратной связью и обязательным исполнением затраченных ресурсов и сил. Это именно ваше добровольное желание что-либо сделать для человека без его ответного обязательства по отношению к вам. Но это первое. Второе. Вы, наверное, видите, догадываетесь, что девушка чего-то не хочет, а чего-то хочет. Что-то ей нравится, а что-то не нравится. Что-то ее устраивает, а что-то нет. Если она вам не перезванивает, если она не выходит на свет, она не хочет вас видеть. И если вы испытываете к этой девушке зимпатию, если вы относитесь к ней, искренне начать нужно с уважением к ее желанию, с уважением к ее выбору. Не хочет она уходить с вами на связь после ваших нескольких попыток, значит, это ее желание, это ее выбор. Оставьте ее с этим выбором. Дайте ей возможность этот выбор сделать. Не навязывайтесь ей, не дайте ей, не мозольте ей, как говорится, глаза. Проявите себя, проявите себя, как уверенного мужчину. Проявите себя, как самодостаточного человека. Не хочет человек и не надо. Это ее право, это ее выбор. А вы прекрасно обойдетесь без нее, даже не как она, прекрасно обходится без вас. Это разноправные отношения двух независимых людей, взрослых. Это то, что она от вас хочет. Это то, что для нее приемлемо. Именно такая позиция. И если вы дорожите этой девушкой, то вы такую позицию ее примете. Примете, потому что у вас после этого нет выбора. И вот когда вы начнете оглядываться на желания вашей девушки, вы увидите. Ага, вообще говоря, эти желания соответствуют тому, чего вы хотите. Эти желания нравятся вам? Устраивают они вас? И если нет, то получается вам в душе запала не сама девушка, не она как личность, как человек, а как образ. И этот образ, скорее всего, является вами, собственно, нарисованным. А значит, не соответствует действительности. Об этом нужно подумать отдельно. А пока я очень рекомендую вам, исходя из уважения и интересов девушки, постараться не закучать ей, и не навязываться, и не надоедать. Так вы сохраните свою гордость, так вы сохраните свое достоинство, покажите ей свою очень недостаточность, и самое главное, позволите ей проявить то отношение, которое она готова к вам проявлять. Не то, которое вы хотите, а то, которое она готова. И если то ее отношение, которое она готова проявлять вам понравится, вас устроит, вот тогда можно говорить о том, что у вас возможно будущее. А если вас не устраивает, как она относится к вам, значит, к будущему, у вас нет, и нужно не говорить ей что-то, а потом показать свою незаинтересованность. Если вы девушку, если вы заинтересовали девушку, она спросит вас, а вот в чем проблема, почему вы охладили, и тогда вы скажете ей, что прости, но вот мне не понравилось что-то, 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 я тебя не винил, но для меня это неприемлемо, поэтому я понял, что нам, наверное, не по пути. Ну, я менять тебя не собираюсь, я принимаю тебя такой, какой ты какая-то есть, просто мы с тобой будем общаться дальше, но я параллельно буду искать себе другую девушку, потому что мне не нравится, как ты себя, например, ведешь. Только в качестве ответа на ее вопрос и только при ее личной заинтересованности в том, чтобы вы сказали причину изменения своего поведения, можно сказать, что вам не нравится. Только так и никак иначе. В противном случае вы рискуете выставить себя в негативном свете, проявить себя как озабоченного, навязчивого, надоедливого молодого человека. Что, я думаю, вам не хочется делать и, вообще-то говоря, противоречит тому, что вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго. Удачи!